Меня зовут Маша, мне 18 лет и я поступила в университет Абрацена на бакалавр по физиотерапии. Я сдавала, получается, в два университета, я приходила в собеседование, в один из которых был еще тест и языковой экзамен. Получается, поступила я в оба, но вот пошла в доброте. У меня был один выходной. Да, у меня каждый день было по 8 уроков, 6 дней в неделю, плюс репетиторы, заканчивая где-то в 10 вечера, плюс надо было еще сделать домашку. Ну, это было сложно, но отдых на самом деле очень важен. Я просто делала себе, получается, воскресенье, день, когда я лежала, смотрела какую-то киношку или шла куда-то гулять, или просто одна. Поэтому это важно, тут уже зависит только от предпочтений, как больше нравится проводить день, как больше нравится реваксировать. В принципе, это был куратор, который решал все вопросы с документами, с проживанием, с визой, сейчас очень сильно помогают. У меня, в принципе, получается, мама и папа врачи, бабушка врач, и мама сейчас работает примерно несколько лет в физиотерапии, в реабилитации. И если раньше я как-то хотела идти, ну, тоже в медицину, но на другие направления, то сейчас я поняла, что очень интересно это именно физиотерапия, то есть помощь людям в разработке каких-то травм, это реально очень интересно. Потому что я считаю, что в принципе образование везде неплохое, но почитав все отзывы о университетах, я пришла к выводу, что, наверное, венгерское образование, тем более в Дебритсен, это будет намного качественнее и более применимо. Потому что российское образование, оно все-таки нацелено только на Россию. Если же ты заканчиваешь Дебритсен, допустим, это будет, получается, всемирный диплом, и ты сможешь работать где угодно. Первые полгода это будет очень сложно. Это, в любом случае, надо перестроиться на другой язык, на другую программу, это университет. То есть за тобой уже никто не будет бегать и нянчиться с тобой. Но в целом, я думаю, что это будет очень круто, это будет такое приключение, и вот получается взрослая жизнь. Поэтому это очень интересно у меня. Сама не знаю пока что будет. Очень приятные впечатления, потому что контролируют реально каждый шаг, и это очень круто. Потому что я не совсем понимаю, что с какими документами, что делать. Но всегда можно написать, и тебе скажут, куда это отнести, что здесь написать, там, вот здесь так подписать. Это очень важно. Наверное, не стоит выбирать между российскими и зарубежными, идите в зарубежные, если есть такая возможность. Не забрасывать язык, потому что если его забросить хотя бы на месяц, то у тебя уже все из памяти так медленно уходит. И полагаться, наверное, на себя, потому что по факту только твоя работа что-то может сделать, и только ты себе можешь помочь и построить будущее. Конечно, конечно, тем, кто хочет поступить за границу и не тратить свои лишние нервы, вот, не нервировать родителей, довериться профессионалам, да, конечно. Это очень важно, чтобы тебя натолкнули на то, как надо это сделать, и здесь помогли, там подсказали. Потому что сам, это очень сложно самому все это делать, а так, если будет помощь профессионалов, которые в этом давно, и которые понимают, что они делают, и для чего они это делают, это очень важно. Субтитры создавал DimaTorzok